Альберт Шамсудинов. Константин Натанович. Что станет с человеком, если он прочтет все книги из списка Валерии Новодорской? Я не знаю, Альберт, на что вы намекаете, но это минимальный набор, который должен прочесть, освоить, понять любой культурный человек. Ничего сверх нормы там нету. Читать эти книги надо не в 70 лет начинать, а читать надо начинать в 10-12 лет. Я помню, меня с какими-то трудами записали в Ленинскую библиотеку тогда, в детский зал. И я для себя открыл, мне было 10, 11, 12 лет, для себя открыл Евгения Шварца, Плутарха. Ну, надо рано начинать. До этого тоже я умел читать и читал хорошие книги. Довольно приличная библиотека была. Я не думаю, что что-то плохое может стать человеком, если он будет очень умным. Тем более, что огромное количество людей страдает дислексией. Знаете, это такое свойство психики, ума, когда человек читает и не понимает, не вникает. У меня был такой приятель в школе дислектик, он в день, как он считал, прочитывал одну толстую книгу. Когда я пытался с ним поговорить на эту тему, он мне говорил, что я не помню о чем там. То есть он просто вот глазами пробегал текст и не воспринимал. Надо не просто читать, надо еще иметь хорошего учителя, педагога, человека, с которым обсуждаешь прочитанное. Это очень больно. У меня отец был таким. Каждую новую книгу, которую я прочел, он требовал, чтобы я с ним обсуждал. Я помню, ну тоже где-то лет 12 было, появилось в «Новом мире. Люди. Года жизни» Оренбурга. Очень интересный, содержательный текст. И мы с ним обсуждали долго, гуляли, часами обсуждали. Я рассказывал, что я понял. Ну, то есть это работа. Я не думаю, что вы боитесь, что он с ума сойдет, этот человек. Нет. Если он всю жизнь читает, впитывает в себя, так сказать, энергию окружающего мира, знания. У меня бабушка очень волновалась. У меня бабушка дожила до 98 лет. И когда я поступил в спецшколу, потом в институт, она очень волновалась, что я могу повредиться умом, слишком много занимаюсь. Ну, это все-таки редкий случай, когда человек сходит с ума от знаний.